Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, как я, стоит из названия, я сегодня поговорю с вами о макияже. Я снова расскажу вам о своих простых лайфхаках, которые позволяют мне вот так выглядеть, вот буквально наносить макияж. Я не преувеличиваю за 5 минут. Я считаю, что каждодневный макияж, а я считаю это, когда стала блогером, он отличается кардинально от того макияжа, который нам предлагают бьюти-блогеры. Просто потому, что когда мы бьюти-блогеры, мы ставим специальное освещение, мы ставим специальные, возможно, даже фильтры на камеру, делаем наш макияж, и он очень-очень красивый, он действительно нас украшает в кадре. Очень многие блогеры применяют такой простой трюк, они показывают свою кожу, которая выглядит хуже, чем на самом деле она выглядит. Есть такие возможности, прежде всего, бегунок перегнав, скажем так, с более светлого на более темное, на более темные показатели. Есть такая возможность, скажем так, подчеркнуть синяки под глазами, где-то вот здесь покраснение и так далее, и так далее. А потом ты красишься, если такая красоточка, и, в общем-то, очень многие зрительницы, как раньше и я, думают, что если они такой же макияж себе сделают, то они будут выглядеть так же. Возможно, при том же самом освещении, при том же самом ракурсе, да. Но мы должны помнить, что макияж, он у нас выглядит совершенно по-разному в течение дня. Все зависит от того, как падает на нас освещение, падают ли прямые солнечные лучи, какое искусственное освещение в том помещении, в котором мы, допустим, проводим свой рабочий день. Сегодня я расскажу вам о макияже, который, скорее всего, никого из вас не подведет никогда. Прежде всего, потому что он сделан абсолютно без нанесения базы, CNC, BNB, а также тонального крема. Более того, мое лицо достаточно красное, потому что я, помимо того, что я не пользуюсь никакой уходовой косметикой, часто мне пишут, а что ж у вас на губах такое, да, декоративной пользуюсь, уходовой не пользуюсь. Я еще человек, который при любой возможности подставляет свое лицо под солнечные лучи. Сегодня у нас не просто тепло, сегодня у нас очень-очень солнечно, и я вместо того, чтобы обедать со своей семьей, сидела практически час и загорала, пока лицо мое красное, завтра, надеюсь, у меня будет загар. Хотя, опять же, я протираю лицо перекоси водорода, скоро оно снова станет белое-белое. Поэтому приступим к макияжу непосредственно. Итак, первое, на что я хотела бы обратить ваше внимание, и мой первый лайфхак заключается в той простой вещи, что лицо, которое вы будете красить, должно быть максимально расслабленным. Что это значит? Вот прямо-таки то, что мне нужно, оно в самом-самом низу моей чудо-коробки. Это черный карандаш для того, чтобы делать межресничку, так называемую. Как я делала это раньше? Я раньше, ну, наверное, как и большинство людей на этой планете, вот таким образом себе глаз оттягивала и что-то там рисовала. Сделайте вот такой простой эксперимент, если вы красите межресничку, а если не красите, обязательно сделайте это любыми ненужными тенями и кисточкой, любым ненужным карандашом, который, возможно, вы так же, как и я, прикупили для того, чтобы делать себе мега-суперстрелки. Я до сих пор не умею делать, а если делаю, они меня портят. Так вот, попробуйте вот такой трюк. То есть вы просто делаете межресничку, прокрашиваете ее, вот таким образом, ничего с глазами не делаете, и другой глаз попробуйте сделать традиционно, то есть вот таким образом оттянув, либо вот здесь оттягивать. Кстати, обратите внимание сразу, как у вас здесь заломы будут формироваться, потому что, ну, потому что это заломы. И посмотрите на результаты. Вы увидите, что когда ваше лицо расслаблено, то есть вы просто прорисуете межресничку, вам кажется, что вообще там карандаш у вас не рисует, а все равно вы потом отойдете, вы увидите, что один глаз более прокрашен, чем другой, и самое главное, вы заметите, что вот такая техника, она более эффективна, более быстрая, чем когда вы оттягиваете, и якобы лучше видите безресничку, межресничку, по которой водите. Поэтому первый лайфхак – расслабленное лицо. И этот же лайфхак связан также и с губами. Если вы будете красить губы, лучшая техника для нанесения помады, прежде всего, я наношу контур, либо карандаш, это может быть карандаш яркий, либо нюдовый, в любом случае, если вы используете в качестве контура помаду, и у вас есть вот такая кисточка со скошенным краем, рекомендую приобрести всем, кто любит красную помаду, потому что очень удобно, и вообще, я скоро запишу видео про то, что про свои любимые аксессуары, красная помада, конечно же, снова будет на первом месте. Красные ногти также, единственное, что сейчас я рисую, поэтому никакого покрытия на ногтях нет. Так вот, если вы сделаете вот такой рот, вы сможете без проблем прорисовать контур. Не нужно делать вот так, вот так. Вот это все не нужно делать, это все для лицевой гимнастики мы оставим. Наше лицо расслаблено, и мы увидим прекрасно наш контур, мы очень легко его прорисуем. Губы расслаблены, рука расслаблена, поехали. Мне добавить больше нечего, все делается очень-очень просто. Единственное, еще один лайфхак, который заключается в том, что нижняя часть, вот прямо-таки вот эта нижняя-нижняя часть, вы хорошо заступаете за край вашей губы, не стесняйтесь, неважно, красите вы себе красные губы, красите себе вот такой мидл красный, как сейчас у меня, либо нюдовый, не стесняйтесь. Вот здесь вот внизу очень-очень хорошо выйти за контур. Насколько хорошо. Видите толщину этой кисти, вот на всю половину толщины этой кисти, то есть вот прямо-таки на вот это пространство от губы вы можете выйти. Кстати, очень многие визажисты дают такой совет, чтобы увеличить губы. Нижнюю губу вы прорисовываете вот в этой точке очень-очень низко, потому что когда вы сделаете ваш лад расслабленным, губа завернется, у вас в нормальном состоянии, никто никогда не увидит, как много вы прорисовали здесь. Вот на прорисовку нижней точки нужно губу вот так сделать, натянуть на зубы, что, кстати, тоже является управлением из лицевой гимнастики. Поэтому да, расслабленное лицо для межреснички, расслабленное лицо для того, чтобы сделать контур губ. Как мы делаем домик? Домик, как мы делаем, много раз показывала лайфхак, я взяла у какого-то блогера Ориентали, то есть восточный какой-то блогер, либо японка, либо кореянка, девушка, учетом, лайфхак. Вот так, крестик ставим, крестик. Я такой интересный бьюти-блогер никогда, наверное, не стану, потому что все показываю издалека. То есть вот крестик поставили, раз, раз, все, у вас губки домиком. По-моему, я даже смазала помаду, нет, не смазала. Раз, раз. И потом отсюда повели, то есть у вас получилась верхушка по куэм, все очень-очень удобно, очень быстро. Ватная палочка. Сразу скажу лайфхак с ватной палочкой. Кому не случается, конечно же, у всех происходит чаще, либо меньше, либо реже. Отпечатывается ресница, отпечатывается тушь, и, конечно же, тушь, даже если она не водостойкая, ее очень трудно убрать, либо нужно ждать, пока она засохнет. Ватная палочка плюс любой крем. Используйте вы его как уходовую косметику, либо у вас лежит, как у меня, ненужный крем для чистки, допустим, кисти. Кисти очень удобно чистить, потому что они тут же готовы к использованию. Их не нужно сушить, их не нужно прополаскивать. Небольшое количество ненужного крема, прямо-таки в ладошку, в ладошку выдавили, повозили кисточкой, кисточкой вытерли кусочком туалетной бумаги, кисточка готова у вас к работе. Точно так же, небольшое количество ненужного крема, по ладошке вот так повозили, все, тушь убрали, высохла она, не высохла, моментом. Что еще важно, есть одна зрительница, за что ей большое спасибо, она не ленится оставлять мне всегда благодарность, большое спасибо, на самом деле, мне приятно читать, за лайфхак, который я сказала, как красить при помощи карандаша брови. Раньше я, как и многие женщины на этой планете, начинала красить, ну вот так, я держала вот таким образом карандаш относительно своего лица, брови и так далее. А карандаш нужно держать не перпендикулярно плоскости, на которой мы будем рисовать, а совершенно параллельно. И таким образом у нас никогда не будет проблемы в том, что мы слишком интенсивно что-то себе нарисовали. А чтобы вообще исключить вероятность того, что мы себе бровь нарисуем очень-очень явно, а потом не будем знать, куда с ней деваться, потому что уже там ресницы, например, накрашены, и губы подведены, и вот одну бровь нужно стирать, то мы начинаем наш макияж вот так, с уголка. Вот просто приложили и пошли, 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 пошли. Я себя вообще сейчас не вижу, но уже даже интуитивно могу сказать, что вот такая техника, она позволит вам вообще иметь классные брови, естественные, которые будут просто очень хорошо смотреться. Не перпендикулярно, а параллельно плоскости, параллельно плоскости нашей брови. Ну и последний, наверное, на сегодня лайфхак, потому что макияж-то очень-очень быстрый, заключается в помадах. Итак, контур мы сделали, если у нас необходимо поставить букву М, это важно делать, когда у нас яркие помады, и все, затушевываем внутреннюю часть. Но внутреннюю часть, когда мы затушевываем, мы можем сделать очень хороший трюк. У нас есть, допустим, две помады. Кстати, такой трюк очень хорошо проделывать с помадой, которая, возможно, не очень нам подходит здесь и сейчас. Почему это может случиться? Чаще всего это происходит, помимо того, что мы просто неудачно выбрали цвет помады, нам попался консультант, который убедил нас в том, что помада нам очень идет. Освещение, опять же, специальное, зеркала остраняющие, музыка приятная, и мы купили помаду, которая нам не идет. Но это бывает достаточно редко, в особенности, когда тебе уже слегка за 35, нас уже тяжело обмануть и провести. Может случиться так, что цвет волос поменялся элементарно, либо мы надели, допустим, свитер какого-то яркого оттенка, и под, допустим, красный свитер не всякая красная помада подойдет. Что мы делаем? Мы наносим сначала один слой помады, обязательно промакиваем, обязательно промакиваем туалетной бумагой, не пренебрегайте этим, потому что именно это даст возможность вам, что называется, вбить пигмент, и губы будут смотреться очень хорошо, естественно, а потом вот прямо-таки посерединочке, ну, так, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, и у вас прекрасный макияж. Что это даст? Это даст так называемый эффект деграде, потом можете пальцем растереть, кисточкой, а можете просто бумагу снова второй раз промокнуть, и у вас получится очень красивый эффект деграде. На камеру этого эффекта практически не видно, а вот в жизни очень-очень красиво. Такое ощущение, что у вас блеск для губ без блеска, то есть у вас получается объем вот здесь, и на самом деле этот трюк можно проделывать как с помадой, когда база более светлая, а середина более темная, и наоборот, то есть с любыми помадами вы можете так делать, и ваш макияж будет действительно смотреться чуть-чуть лучше, чем, допустим, у вашей соседки, которая не смотрит мой канал, не знает о таких трюках. Поэтому две помады одновременно очень-очень хорошо работают, получается так называемый эффект деграде, делать его очень-очень просто. Единственное, что не забывайте, всегда промакивать губы с самым обычным кусочком туалетной бумаги. А бумагу и побежали вперед. Кстати, кто знает трюк, как сделать, чтобы помада, неважно розовая, либо красная, не отпечатывалась у вас на губах. Сейчас я его показывать не буду, потому что палец у меня не помытый. Чистый палец в рот, очень плотно обхватили губами, именно это и даст тот эффект, что лишний пигмент уйдет. Плотно обхватили губами и резко выдернули. В каких-то своих видео старых я показывала этот трюк, вот действительно работает безотказно. А потом, какая бы яркая помада у вас ни была, в каком бы количестве она ни была нанесена на ваши губы, никогда у вас не отпечатается помада на зубах. И последнее, не могу не сказать, прямо-таки хочу опять же подчеркнуть, я человек, я блогер, который записывает видео без тонального крема. Дорогие зрительницы, очень важно для того, чтобы именно в повседневной жизни выглядеть хорошо. Не на фотографиях в инстаграме, не на фотографиях вообще, не на камеру, а именно в повседневной жизни, чтобы макияж нас украшал, важно не использовать никакие базы, консилеры, тональные крема и так далее. Макияж, его основное свойство и цель сделать нашу внешность ярче и выразительнее. Только этой цели мы можем добиться при помощи макияжа. Макияж никогда не уберет нам недостатки в повседневной жизни. На камеру да, на фоточку да, но в повседневной жизни это сделать невозможно. Часто мне поступает вопрос, Яна, у меня синяки под глазами, что делать? Да, если вы нанесете консилер и посмотрите на себя в зеркало, допустим, в привычной вам обстановке, в ванной комнате вы краситесь, вы, скорее всего, будете выглядеть лучше. Но стоит вам попасть под солнечные прямые лучи, стоит вам попасть под другое освещение, ваш консилер вас подведет. Его будет видно? Будут видны синяки под этим консилером? Будет видна текстура консилера? Возможно, вы даже все правильно сделали. База плюс консилер, плюс сверху тональный крем. Возможно, вы прямо-таки постигли искусство макияжа. Все равно, при том, как меняется освещение, макияж и то, как он выглядит, меняется так же. И зачастую мы начинаем выглядеть гораздо хуже, чем без макияжа. Потому что я убедилась, как блогер, основная цель макияжа сделать нашу внешность ярче и выразительнее. Никогда макияж не сможет нам замаскировать недостатки. Это просто невозможно сделать теми продуктами, которые сейчас были выпущены, которые сейчас существуют в распоряжении у нас. Прекрасная половина человечества. Ну, кстати, не только. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.